так представьтесь пожалуйста так простите я перебиваю почему самое главное что я узнал для меня ленинградская область две у меня три самая непредсказуемая самая тяжелая районная ленинградская область подмосковье с глиняной почвой огромные регионы имеется не вся глиняная большинство из сочи где-то те же самые проблемы и когда вы сказали что с ленинградской области я сказал будем записывать вы очевидец вы теперь соучастник а тем более смотрите что я сделал вам перед вами сейчас ничего а передо мной экран я набрал ленинградская область природа фото и вот сейчас я несколько фотографий чудеснейших листаю и вот когда листаю на экране вы потом увидите в запись ну то есть увидеть этот фильм вот это необыкновенно и меня поражает знаете что я же уже имел дело с ленинградской областью с такими же какой начали но в основном начинающими и меня всегда когда я начинал листать поражало что там много воды так и очень низкие берега то есть получается что везде и всюду близко грунтовой воды вот по крайней мере часто встречается так а большинство когда берут участки об этом не думают а потом копнули а там метре вода вот так бывает поэтому давайте так может быть что-то от вас новое услышу и мы сделаем фильм вот теперь еще расскажите как зовут у меня плохая память александр николаевич александр николаевич прошу даю вам слово 8 меня первый позвонили я позвонил чтобы узнать насчет каталога хочу выписать косточки у вас сухие а это те урожай прошлого года так минуточку они что живы а почему а почему а почему живы так живы посадил на холмик все понятно и холмики в нашей области ленинградской нужно побольше делать не маленькие потому что они садятся и вот и я делал большие и вот у какой год получается четвертый год абрикосов я до сих пор подсыпаю еще землю к ним это получается не одна и две и три тележки в холмик уходит а четыре тележки вот подсыпая каждый год еще досыпали чтоб они не расползлись вот а после подсыпания вас теперь наоборот не получилось типа колодца ямки не 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 я за этим четко слежу вот если бы и было я бы я этой канавки вырвал чтоб вода стекала так 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 и абрикосы у меня сейчас конечно части не выжила правду скажу вот в этом году два абрикоса выпали у меня но смотрю снизу там получается две веточки как бы отходят не знаю выживут или нет вот показал меня очень превосходно это серафим культурный ну я не знаю я косточкой выписывал ну раз я написал серафим значит культурный да вот мелкоплодный ну один мелкоплодный у него большой лис вообще прекрасный вот ну потом маньчжурский амур вы говорите уже про плоды или про название это плоды нету а то есть это вы его так назвали мелкоплодный в этом году зацвели но зацвели так что весна такая у нас затяжная вот сегодня даже минус ноль было нормально и сейчас днем у нас плюс пять вот у меня ну понятно вот зацвели абрикосы не все сейчас объясню почему не все короче вот эти которые были косточкой посажены в холмик сразу у меня вот они зацвели ну так зацвели ни пчел нету ничего мы с женой кисточкой ходили опыляли их вот на некоторых я смотрю есть плодики если не опадут может очень я вам обязательно сфотографирую их и покажу так перебью александр осенью само собой считайте что это что это ваш долг перед всеми нами раз ленинградская область тяжелая область но еще те которые прямо если вы не сделали фотографии в апреле в мае зимой я получаю сотнями тысячами и большинство из них никуда не еще не пристроены а я сейчас же как мы закончим разговор мне надо чтобы повторили я не найду уже у меня переписка ни в одну академика такой нету вот и я присобачиваю к этому фильму вашу фотографию к этому фильму сделать его более ну что ли насыщенным информационно поэтому ленинградская область думает это все остальных проблем нет да есть проблем я знаю и еще хочу сказать что ваши абрикосы что я вот 80-90 процентов схожести косточек у меня было а серафим из 10 косточек все 10 зашли так я вас назначу ответственным землянградской области да не вы поймите мне как говорят мне нужны хорошие результаты от этого зависит будущее всего садоводства а мне так у вас есть результаты по ленинградской области а я руками развожу понимаете понимаю и вот у меня был что я косточка было много у меня абрикосов там 60 косточек было садить некуда было так я ваши косточки и вы сеянцы я их продал сеянцы ой ура наконец-то 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 свершилось таких еще мало как вы извините я деньги что посылал я их отбил и всем говорил что это сеянцы от косточек железово и всем повторял и всем говорил как садить и все но многие просто не понимают вот мне не поддается этому на холмики и на все вот а я сейчас все на холмики сажу все любые деревья и ваши абрикосы у меня уже трехметровые вот на четвертый год зацвели и я же не мог все сразу посадить на холмики и у меня в горшочках были посажены вот 22 у нас снегу было очень много и очень много оттепелей было зимой у нас я заметил абрикос подпревает не весной а зимой из-за большого снега зимой нужно откидывать от холмика в снег раскидывать его надо за холмик заморозить потому что вот этот двадцать третий год была тоже зима и земля была проморожена а в двадцать втором снег выпал не на замороженную землю и отхода было больше а на замороженной земле снег выпал а отходов меньше было так я сейчас знаете что делаю с этим понятно мы сейчас не можем сильно долго разговаривать потому что есть я приехал с этим я никогда не откладываю а у меня батарейки на грани дыхания я привез фильм сейчас из деревни я сейчас хочу нет нет сейчас поймите мне надо максимальную пользу от фильма извлечь природу я показал так вот а сейчас знаете что я хочу показать злое злое письмо где меня буквально сравняли вот почему потому что человек ссылаясь на других авторитетов так ой где же вот письмо то это сейчас 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 я его сфотографировал и хотел все общественности показать я или уже так поверите я вот листаю все видят как я листаю а ладно вы знаете у нас сегодня же суббота понедельник вебинар это есть повод как раз поговорить об этом вебинар я там покажу это письмо там женщина вернула мне не все большую часть семян сказала ей 60 там по моему два года привать не собирается а зачем я посылал тогда эти же манджурские абрикосы они-то культурнейшие их потомки-то ну пусть 20-30-40 грамм обидно было страшно деньги мне не нужны забирайте типа ну так грубыми словами ваши абрикосы это про манджурцы она так сказала про фаину она так сказала и знаете что она сказала я перелопатила интернет оказывается только 30 процентов косточек повторяет материнское качество и что интересно это вам не обидно говорить мало я считаю и даже 30 процентов не повторяет материнское качество но с другой стороны они не дикари вовсе понимаете александр то есть не дикари а вы зачем теперь нужны этот год следующий я надеюсь проживу в этом году пусть пять будет плотиков вы говорите там что-то завязалось пожалуйста давайте доведем до ума да у меня уже целая папка таких вот а зачем эта папка она интернет перелопатила и получается забирайте обратно нахрен не дикари вы представляете да у вас противников много да она не противник ее люди абсолютно безграмотные тупые которые сами не вырастили повторяет то что было написано в 1930 году ну я согласен согласен с этим вот надо мне сфотографировать было вот эти ну сейчас вот сын должен опять на выходных завтра так ехать с Ленинграда вот я покажу фотографии и надо выставить вам их тоже где я по кольцу отрезал на абрикосе и где я не трогал умершую ветку от ствола там видно где под пенек подстриг и где ветку отставил и как от этого ствол страдает оказывается вот в этом году у меня пусть зима тяжелая но если бы я ветку засохшая ветка стоит я бы ее отрезал но я ее не стал резать и прямо от ствола выходит где эта ветка выходит две почки просыпаются а если бы я предал и опять бы загубил и эти веточки не взошли бы ой слава богу так ну все поздравляю вас с новой должностью зам по ленинградской области зам по ленинградской области хорошо так что вы пошли на повышение так и сейчас смотрите я нашел это письмо не могу успокоиться ага вот значит я ничего ну ладно мне нужно сад плодоносящий я вам доверилась информацию не даете это я не даю информацию вот белье получите перелопати перелопати в кучу информации знаете поняла что из семян менее 30 процентов могут быть съедобными вот а у меня Ваулин ученый директор института выписал эти сеансы вот эти же манюханьки вот самосев и получил все съедобные и раз звонил на всю страну а инет это случайно и то потому что мои любого другого может и правда оказаться дички кто бы спорил у меня то особая работа проведена вот поэтому еще раз вы сказали у вас есть Серафим у вас есть то 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 в общем мы сейчас заканчиваем этот разговор потому что он все равно сейчас оно же само отключится и слива граффая только правда один куст у меня из десяти семечек два зашли один погиб а вот второй прижился граффая вот а так китайские уссурийские вообще превосходные в этом году тоже первый раз зацвели ну немного было следующий год будет я чувствую больше завистья и цвести будет лучше а куда она денется посадили правильно ой все я сейчас через полминуты открутится не получится давайте осталось только сказать до свидания и войлочная вишня превосходная вообще вот была универсальная и скороплодная два вида косточек так а что пробовали превосходная войлочная не вы имеете ввиду кусты пока красивые или уже плодоносили плодоносили в прошлом году уже а ягоды какие в этом году все в цвету были уже ягоды зеленые висят ну уже все уже ну попробовали или нет а вы уже попробовали в прошлом году в прошлом году да я вам уже говорил да я че помню вы скажите вкусные невкусные и все раскладка войлочная превосходная все я отключаю он сейчас сам отключится через 20 секунд все до свидания огромное спасибо за разговор ну я буду поддерживать с вами связь так а куда вы денетесь вы поддерживаете мне жизнь вот на экране вот это письмо на экране злющее письмо а вы мне поддерживаете мне каталог нужен чтоб я еще косточек у вас выписал так с косточками давайте быстрее начали это самое так вот я не знаю как эти каталог заказать у вас и раньше я набирал в интернете как-то каталог а сейчас у вас нет уже в интернете каталог да есть он есть сайт есть сайт садовода железа только каталог немножко устарел ну напишите мне электронное письмо ну давайте так хорошо я завтра сын приедет напишем давайте давайте ага потому что сейчас у меня есть мелкая и крупная понимаете вам надо быть первым чтобы самая крупная я всегда первым отбираю самые крупные кошки это что же влияет на культурность хорошо ну все до свидания до свидания жду заказ до свидания пока 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 пока